Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хиван. Я вас приветствую на канале Процветок. Поговорим сегодня о сирене. Сортов сиреней не с честь. Описывать, разговаривать о ней можно долго и с большим удовольствием. Цвет, аромат, фактура цветков – все разное. Я стою возле прекрасной сирени венгерской. Это один из видов сиреней, который в альтернативу сирене обыкновенной также встречается достаточно широко. Но поговорим мы сегодня о размещении, об агротехнике и о некоторых хитростях выращивания, пересаживания сирени, а также борьбы с порослью. Сирени, особенно сорта сирени обыкновенной, встречаются в двух вариантах. Это привитые и корни собственные саженцы. Привитые саженцы, если они выполнены профессионально, практически никогда не дают поросли. Этим они очень удобны. Вообще, черенки сирени укореняются очень сложно. Поэтому одним из основных таких способов размножения современных, капризных в размножении сортов и является прививка. Когда мы имеем дело с профессиональным питомником или профессиональным продавцом, который всегда приобретет саженцы в профессиональном питомнике, мы можем за поросль не бояться. Совершенно по-другому обстоят дела с корни собственными саженцами. Корни собственные саженцы часто продают то, что называется частники, либо нерадивые продавцы, широкие, такие большие магазины, которые, впрочем, заготавливают эти саженцы. Ну, не совсем корректно. У них и пересортится, и все остальное бывает нередко. Связано это с тем, что многие старые сорта сиреней способны, а также дикие варианты, способны давать много поросли. В том числе, такую поросль копают с целью получения подвоев для размножения сортовых саженцев. Разумеется, даже в этом случае привитой саженец впоследствии даст вам много дикой поросли. Даже иногда забивая, уничтожая основной сорт и замещая основной сорт вот этими дикими вариантами. Поэтому борьба с порослью, если уж вам так не повезло, и вы получили либо порослевой саженец сортовой, но тоже откопанный от поросли, либо же вы купили у нерадивого поставщика и пошла поросль расти, в этом случае, конечно, с ней надо бороться. Каким же образом бороться с сиренью, расскажу вам чуть позже. Ну, а сейчас напомню, что сирень является, все виды сирени в большей или меньшей степени являются лесными растениями гористых склонов. Они вполне выносят полутень, хотя лучше цветут, конечно, на хорошем солнце. И они очень требовательны к питанию, потому что они привыкли находиться под крупными деревьями, которые дают листовой опад, формируется толстый слой листовой земли, он плодородный, гумированный, поэтому сирень очень отзывчива на внесение удобрений, в том числе органических. Без таких удобрений сирень ваша пышно растеть, свести не будет. Поскольку все-таки это растение склонов, оно не выносит как засухи, так и избытка влаги. Ну, где на горе вода? В то же время корни растений задерживают эффективно влагу на склонах, таким образом сирене должно ее доставаться вполне умеренное количество. Сирене очень удается на слишком песчаных, сухих почвах, а также подбалачиваемых и затопляемых. Выбирайте в этой связи для нее удобное. Если у вас мокрые почвы, то выбирайте более высокое место. Либо устраивайте хороший дренаж из песка, какого-то гравия, каких-то черепков и так далее. Если у вас пески, то для успешного выращивания сирени набивайте в яму глину органическое вещество, для того, чтобы там все-таки получше задерживалась влага и подкормочные растворы. С наиболее удачным временем для посадки и пересадки сирени является, нет, не осень и совсем не весна, а лето. Дело в том, что сирень очень рано уходит в период покоя. Буквально сразу после отцветания у нее наступает период покоя. И в это время, вот между окончанием цветения, ну то есть, ну дайте ей немножко срока, хотя бы с середины июня, можно сказать, и до конца августа, это благоприятный период для пересадки сирени. Даже если все листья высохнут и отвалятся, ничего страшного, ваш саженец будет свести гораздо лучше, чем если вы такую пересадку сделаете поздней осенью или, не дай бог, весной. Ведь сирень очень рано трогается в рост. И поэтому такое травмирующее мероприятие, как пересадка, нарушит развитие распускания цветочных почек и практически исключит нормальную приживаемость и уж, конечно, цветение, раннее цветение, быстрое вступление в период декоративности ваших растений. Для того, чтобы обеспечить пышное цветение сирени на будущий год, мало обеспечить ее хорошими подкормками. А надо помнить, что закладка цветочных почек начинается сразу после отцветания. Поэтому подкормку нужно сделать как в ранний весенний период для обеспечения наращивания вегетативной массы сирени, так и в период после цветения для обеспечения закладки цветочных вот этих кистей внутри почек. Если весной необходимо остановиться на азоте, чайная ложка мочевины, селитры, на ведро воды, и по крайней мере целое ведро на среднего размера куст необходимо столько внести, то во время и после отцветания необходимо отдать преимущество фосфорным и калийным удобрениям, комплексным подкормкам. Чайная ложка сульфата калия и чайная ложка суперфосфата на ведро воды, либо же вы можете подкормить луночно, так как мы показывали подкормку смородины, плодовых деревьев и других растений. Не помешает внесение компостов, гуминовых препаратов, жижи навозной или еще какой-то настоя куриного помета, а также на зеленые удобрения сирень вполне отзывчиво. Кроме того, для того, чтобы сирень заложила хорошие пышные кисти на будущий год, вот эти кисти, отсветшие, когда они отцветут полностью, необходимо максимально удалить. В народе существует поверье, сирень тем пышнее цветет, с чем активнее и яростнее ее обламывают. И это правильно. Но единственное, что не стоит обламывать сирень так, как вы обламываете ее на букеты. Стоит отрезать аккуратненько кисти секатором с тем, чтобы не дать развиться здесь большой массе семян. Ведь на семена сирень потратит очень много энергии. Это не значит, что в случае, если вы оставите эти кисти или оставите их какое-то количество, сирень не будет цвести. Конечно, будет. Но не так пышно и не так шикарно, как в случае, если вы сделаете это простое, но эффективное мероприятие. Если подытожить сказанное, то можно явно и четко увидеть, что с порослью нужно бороться в период до отцветания растений. Если ваши намерения уничтожить поросль связаны с уничтожением листвы, с выжиганием, например, этой листвы какими-то крепкими растворами минеральных удобрений или еще как-то, это необходимо обязательно сделать до вступления сирени в период покоя. Потому что если вы обработаете крепкими обжигающими растворами в период после отцветания сирени, то, как я уже сказал, саженец, вот этот поросль полностью сформирован, и эта борьба не даст никакого эффекта. В этой связи и скашивание порослей, и уничтожение листвы на поросли путем опрыскивания препаратами сделайте обязательно до окончания цветения сирени. Только в этом случае эти способы борьбы с порослью будут в достаточной мере эффективны. Что ж, надеюсь, сирень будет вас радовать, надеюсь, что вы будете выращивать сирени много разных сортов и видов, благодаря чему сможете растянуть период декоративности сиреней. Ну, а я желаю вам не только богатых урожаев, но также и прекрасного настроения от общения с прекрасным цветущим садом. На этом я прощаюсь с вами. Не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропустить наши выпуски. Не пропустить, а у нас все всегда интересно. На этом до свидания.